Так, ну все, видос я отснял. Вроде бы все хорошо прошло, им должно понравиться. Сейчас пойду монтажом займусь. И еще раз привет! Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и это новая микрорубрика Быстро Мнение. В этой рубрике я буду делиться личным мнением касательно новых сезонов, сериалов, фильмов, музыки и прочего. А еще у меня отвалился фон, и поэтому пока что записываем так. Нет, полноценные обзоры также останутся. А в этой рубрике я буду рассказывать, не вдаваясь в детали сюжета и прочего. И сегодня я бы хотел поделиться мнением касательно сериала Тьма. Если кто не в курсе, Тьма это сериал про огромную паутину перемещений во времени, в центре которой оказалось 4 обычных семьи. Но не в духе назад в будущее, а скорее в духе Интерстеллара. И поначалу, как только этот сериал вышел, я его пропускал. Долго и упорно. Хотя в целом я люблю тематику перемещений во времени, но видимо в тот момент мне хотелось чего-то более веселого, как например те же странные дела. А Тьма мне показалась очень скучной. И по сути своей так и есть, в сериале не пахнет драйвом или комедией. События в сериале происходят очень медленно и неспешно. Весь сериал пронизывают диалоги и взаимоотношения персонажей. Но как только я вкусил и распробовал первый сезон, я уже не мог остановиться. Такая же проблема у меня была и с Игрой Престолов. Я раза 3 или 4 пробовал начать смотреть сериал. Ну то засыпал, то еще что. Но как втянулся, так и остался втянут по сей день. Так же и с Тьмой. Я бы нагло соврал, если бы сказал, что сразу все понял и запомнил. Как же, сука, было сложно следить за всеми линиями. Сколько раз я лазил в поисковик, чтобы свериться, кто кому сын, дочь, дед или папа. Отчасти проблематичности добавляли немецкие имена. Если с американскими сериалами или фильмами можно уже было привыкнуть. И на слух определять, кто есть кто. То со всякими Бартышами, Йонасами и Ульрихами было проблематично. Но пожалуй, если кто-то посчитает минусами то, что сериал такой сложный. Я же наоборот для себя вижу в этом только плюсы. Потому что такой встряски для мозга я уже давно не испытывал. Хотя такой метод подачи и сериалом-то назвать сложно. Убери титры, заставку, объедини серии и ты получишь один цельный фильм. Фильм про то, как все отчаянно пытаются чпокнуть таймлайн. А по итогу таймлайн чпокает всех. Про концовку скажу одно, само собой без спойлеров. Она обидна, грустна и несправедлива. Но в то же время великолепна. Как я говорил во многих своих обзорах, если не знаешь, как объяснить происходящее, то лучше даже и не пробуй, иначе все испортишь. Тут же финал и объяснение вышло таким, как нужно. Расставив все на свои места. Хотя все же горький осадок остался. Но пожалуй так и должно быть. Не знаю как объяснить, но другого финала я бы этому сериалу не простил. Но если вы еще не смотрели и надумаете посмотреть, то держите под рукой блокноты ручку. И сразу ставьте пометки. Так будет проще объяснить самим себе происходящее. И как думаю понятно из моих слов, сериал довольно непростой. А поэтому, дабы не потерять нити, не отвлекайтесь. И я серьезно. Я на одной из серий отвлекся на телефон, и к концу ее уже ничего не понимал. Тут у нас не чайно печеньковый сериал на вечер, а целая энциклопедия времени. Вот пожалуй все, что я хотел сказать об этом сериале. Ну а ваше мнение про сериал или про данный формат, я с удовольствием прочитаю в комментариях. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравился данный формат и данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала, а также ссылка для вашей поддержки канала. И ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. И буду очень признателен, если вы подпишетесь. Так как в группе ВК мы то и дело смотрим кино или сериалы по вашему или моему желанию. Ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся знаете где? Правильно, в следующей серии. Пока!